В школе номер 6 основное внимание к точным наукам. Физика и математика – предметы, дисциплинирующие мышление. Но и правовые знания помогают более рационально смотреть на жизнь и на свое место в обществе. В учебниках общества знания основные понятия права изучаются с 6 по 10 класс. Свобода человека и гражданина. И, конечно, социальные права. Мы слышали, что и французская революция отстаивала это право. Это все связано с историей. Что значит жить по правилам? Мы знаем, для чего нужно право. Право нам нужно для того, чтобы мы получили какие-нибудь возможности. Например, возможность учиться, лечиться, работать, право на собственность. То, что эти права не приходят сами собой, дети уже понимают. Мы живем в системе сложных общественных отношений. Вся история изобилует примерами столкновений интересов, прав или их отсутствия у больших и малых социальных групп. Ученики 10 класса изучают уроки совсем недавней истории. Студенческие волнения весны 68 года в Париже. Они тоже были названы революцией. Но в основе лежал не политический, а социально-правовой конфликт. Но это уже история. Для современных школьников правовые знания – это в первую очередь инструмент самопознания и самовоспитания. Дети достаточно хорошо разбираются и в устройстве государства, и в правах, которые они имеют, и уже знакомятся с некоторыми обязанностями, которые они должны выполнять. Дети более воспитанные, более раскрепощенные, потому что они знают, что можно, что нельзя. Вот эти знания, они все-таки помогают детям жить. Кажется, что о серьезных вопросах права некогда думать в этом возрасте. Но это не так. Владеть правовой культурой не менее интересно, чем математикой. Сергей Берзин, Константин Химичев. Информационная программа «День». Абсолютно! Продолжение следует...